Вы можете это петь на ту-ту-ту, ла-ла-ла, убить двух зайцев. Привет, это Дима Семенищев, джазовый контрабасист, аранжировщик. Если ты из тех, кто регулярно смотрит мои видео и подумал, что я сошел с ума, и после того, как рассказывал про тритоновую замену, негативную гармонию, регармонизацию, решил рассказать тебе, что такое гамма-ми-мажор, то нет, я тебе расскажу о том, что такое гамма-до-мажор. И это не шутка, сегодня не 1 апреля, все нормально, расслабься. В основном в инстаграме мне пишут, а как мне эти знания применять на практике, что мне делать, как мне начать импровизировать, как мне начать заниматься джазом. А второе, очень многие хотят видеть от меня уроки по контрабасу. Я этого искренне не хотел, но решил убить двух зайцев. Я буду рассказывать вам об импровизации, о том, как я занимаюсь, и делать это на контрабасе. Можно будет все те же знания перенести на любой другой инструмент. Главное, то, что у нас в голове, то, что у нас в ушах. Поехали! Почему гамма-до-мажор? Почему именно с нее мы начинаем? До коронавируса у меня часто было такое, когда у тебя 4-5-6 дней подряд ты играешь концерты, ты не успеваешь восстановиться, не успеваешь позаниматься. А это очень нужно, потому что такой инструмент, как контрабас, не терпит плохой формы. Как только ты в плохой форме, ты начинаешь играть мимо нот. Я это слышу сразу. По-моему, это сказал Рихтер. Если ты не занимаешься один день, это слышишь ты. Если ты не занимаешься два дня, это слышит твой конкурент. Если ты не занимаешься неделю, это слышит публика. Поэтому я стараюсь всегда это пресекать. Не всегда есть возможность заниматься. У всех востребованных музыкантов это большая проблема. Что я делаю всегда в эти моменты? Я начинаю играть максимально медленно гамму до мажор. Наш мозг очень хитрый инструмент. Он все делает для того, чтобы ему было легко. Как только ты научишься играть какую-то гамму одним единственным способом, он не будет искать других способов. Он будет идти по самому простому, по самому короткому пути к достижению цели. Сыграть эту гамму. Что нужно делать, чтобы обманывать мозг? Нужно смотреть на ту же самую гамму до мажор под разными углами. Первое упражнение подойдет для всех тех, кто играет на струнных инструментах. Это смена аппликатуры. Поехали! 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 как вы видите в данном случае я играю через открытые струны и практически полторы гаммы я играю по струне соль как мы можем взглянуть на эту же самую гамму с другой стороны мы можем например большую часть гаммы постараться пройти по струне рэ идя назад я специально сделал переход не в том же месте как шоу вперед это здесь делал абсолютно осознанно стоит задачей чтобы пройти через те же самые ноты через тот же самый ду-мажор другой аппликатурой дальше делаем все то же самое и большую часть движемся по струне ля в данном случае я сыграл гамму вообще без струны соль что дает нам такое упражнение оно дает нам познание грифа зачастую я вижу что людям тяжело находить те же самые ноты в других местах грифа на других струнах но знание что ноту например соль вы можете сыграть так четырьмя способами оно должно быть для вас очень естественно второе игра разного рода секвенций когда мы начинаем играть секвенции мы прокручиваем те же самые ноты до мажора но делаем это непривычным образом например в некоторых секвенциях мы выкидываем какие-то ноты из гаммы пропуская их где-то начинаем идти по сорт аккорду где-то по неполной гамме и это поверьте мне для многих большая проблема можем ту же самую гамму до мажор разбить на разные секвенции например давайте сейчас будем играть неполный тетрахорд то есть первую вторую третью и пятую ступень и и играть этот неполный тетрахорд от каждой ступени до мажора сначала от ноты до потом от ноты рэ потом от ноты ми и так далее как то будет выглядеть и а и и и и При обратном движении играем соответственно сначала терцию, потом нисходящее движение. То же самое мы можем повторить, пропуская в тетрахорде вторую ступень, то есть теперь наш тетрахорд будет выглядеть как первая, третья, четвертая, пятая. Соответственно в обратном движении сначала постепенно, а потом терция. Я регулярно играю эти упражнения, но я всегда заставляю себя играть их как в первый раз. И я это делаю намного медленнее, чем показываю сейчас. И я как будто бы заново вспоминаю как его делать. И тем самым я создаю в мозгу более развитые нейронные связи, не поверите. Тренируя мозг и перепроверяя все те действия, которые руки и уши уже умеют делать, мы становимся лучше и сильнее. Пойдем дальше. Например, мы можем пройти гамму до мажор с аптаккордами. С аптаккордами от каждой ноты гаммы. В общем, мы можем пройти гамму до мажор с аптаккордами. Дальше мы можем это же самое упражнение соединить с гаммой. То есть вперед идем по сабтаккорду, спускаемся назад к следующей ноте по гамме. Субтитры создавал DimaTorzok Обратно наоборот, вниз сабтаккорд, вперед гамма. Субтитры создавал DimaTorzok И последнее, что безумно важно для импровизации, не думать нотами. Ни в коем случае не думайте о том, что это... Я показал всего несколько базовых, основных секвенций. Вы их, возможно, уже видели и не только от меня. В чем идея? Идея в том, что мы можем продолжать секвенции. Как только нам становится просто в одной из них, мы можем ее как-то доработать, сыграть ее иначе. Любые джазовые фразы, которые вы берете, которые вы выучиваете, снимаете из чьих-то соло, вы можете их кусочки превращать в секвенции и прорабатывать их внутри одного гада. И последнее, и самое важное. Пойте, пойте, пойте все, что вы играете. Наш мозг работает таким образом, что вы не сможете импровизировать сами свободно, пока не сможете свою импровизацию пропевать. Как только вы можете играть на инструменте и одновременно петь то, что вы играете, в какой-то момент вы начнете уходить на совсем другой уровень. Вы начнете отпускать ваши теоретические знания и уходить в область бессознательного. И это то, что вы сами высоко цените в игре других музыкантов. Когда они делают что-то абсолютно новое, волшебное, начинайте петь. И таким образом вы откроете в своем сознании, в своем мозгу абсолютно новые, неизведанные для вас территории. Кстати, решил напомнить. Ближайший понедельник, 29 часа, 8 вечера. У меня будет первый стрим на YouTube, в котором я буду рассказывать о работе в нотном редакторе в финале. Расскажи это всем тем, кому это может быть интересно. Потому что кто-то пользуется нотными редакторами, у кого-то есть вопросы, кто-то не может найти, а как мне решить ту или иную задачу. Я покажу вам все, чем владею сам. Для меня это один из инструментов заработка в том числе. Все ранжировки и авторские композиции я пишу только в нотном редакторе. Поэтому делаю это уже довольно-таки профессионально и продуктивно. И я готов этим поделиться. Увидимся 29-го в 8 вечера. Заходи. Будет хорошо. Все то же самое, что мы сделали внутри одного до мажора. Мы можем сделать внутри всех известных нам лодов от ноты до. И внутри всех известных нам 12 нот. Умножаем количество нот на количество лодов. Получаем то, что любой джазовый музыкант должен играть без всяких проблем. И тогда ваш уровень импровизации, ваши скиллы, ваши умения будут совсем-совсем иными. Контрабасисты, если для вас это было полезно, дайте знать. Музыканты других профессий. Я надеюсь, я никого не обидел. Для меня, естественно, будет что-то показывать и на рояле, и на контрабасе. Но, возможно, видео в таком формате будут еще выходить на моем канале. Всем спасибо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!